Правила получения электронной подписи изменились. Нововведения призваны декриминализировать рынок выпуска этих подписей. С 1 июля выдавать электронные ключи могут только удостоверяющие центры, аккредитованные по новым требованиям. Всего их существует четыре вида. Коммерческие занимаются физлицами, центры Банка России кредитными либо некредитными финансовыми организациями, а также операторами платежных систем. Один из них – это удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы, который будет выдавать ключи электронной подписи юридическим лицам, в частности, руководителям, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Четвертый вид – центр федерального казначейства работает с лицами, замещающими госдолжности РФ и субъектов РФ, а также должностными лицами госорганов и органов местного самоуправления. Те удостоверяющие центры, которые не получили аккредитацию после 1 июля 2021 года, не имеют права выдавать электронные подписи, а ранее выданные ими ключи закончат свое действие 1 января 2022 года. В настоящее время Минцифра дал указание доработать программное обеспечение операторам связи, то есть к концу этого года подпись, полученная в аккредитованных удостоверяющих центрах, будет применяться вообще на всех площадках, необходимых для ведения торгово-финансовой деятельности. Ключ электронной подписи можно использовать для сдачи отчетности в государственные органы, работы с различными системами и ресурсами, осуществлению финансово-хозяйственной деятельности. Базовые документы, необходимые для получения подписи, включают заявление, паспорт, СНИЛС, ИНН или ОГРН, а также сертифицированный носитель ключевой информации. «Сертифицированный носитель ключевой информации, так называемый токен, должен иметь действительный сертификат соответствия безопасности в СТЭК или ФСБ России. Сам сертификат предъявлять не надо». Более подробную информацию о правилах получения ключа электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России можно получить по телефону 368-75. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.